Продолжение следует... 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 ваши поступки уже морально оправданы правильно это очень важная мысль даже если вы в чем-то нуждаетесь и нравственность не запрещает удовлетворение этой нужды это не будет значить что все возможные способы удовлетворения нужды будут приемлемы да очень хорошее дополнение ну хорошо давайте перейдем к следующему аргументу в нем говорится о том что если мы позволим это то рано или поздно мы допустим самые крайние способы использования медицины и технологии в медицине если мы разрешим пробирочное оплодотворение инвитро в процессе которого оплодотворяется яйцеклетка не находящаяся в матке матери тем самым мы утверждаем что вполне возможно что часть репродуктивного процесса может происходить вне женского организма таким образом если наука сможет создать искусственную плаценту вы можете не сомневаться что младенцы начнут формироваться мы говорим не только зачатие но и о внутриутробном развитии которое станет внеутробным мы не просто думаем что такое возможно мы считаем что к этому неизбежно все может прийти что на самом деле у этого аргумента есть даже свое название которое ему присвоили это аргумент который называется аргумент клина или аргумент сползания по скользкой поверхности правильно и как ранее уже упоминалось когда мы говорили об автаназии такого рода аргументы обычно чаще всего ошибочны и обманчивы и они становятся такими неизменно лишь из-за идеи неизбежности если вы позволите действие x согласно этому аргументу то вам никоим образом не избежать действия z вы не можете остановиться на игрок или даже на x ну хорошо но все же существует способ возражения против этого аргумента и мы с вами поговорим об этом когда мы будем обсуждать если у нас будет такая возможность но думаю что у нас останется на это время сегодня может быть на следующем занятии самом начале технологиях с рекомбинантной днк тогда возникнет вопрос каким образом можно определить если вы вообще считаете приемлемым применение технологии с рекомбинированием днк считаете ли вы приемлемым их применение во всех потенциально возможных случаях я имею ввиду например применение этой технологии для получения большего урожая зерновых генетически модифицированной кукурузы помидор и тому подобное генетически модифицированной курицы и тогда мы больше не сможем сказать жареная курица как в кентукки мы будем тогда говорить гмк генно-модифицированная курица но вы можете также применить это и для других целей вы можете также применить это для генной терапии для исцеления ужасных заболеваний однако я думаю и я конечно могу использовать это если я скажу видите ли на самом деле я хотел бы быть блондином с голубыми глазами потому что я думаю что таким людям веселее живется а теперь когда у нас есть полная карта человеческого генома я могу стать блондином с голубыми глазами скажите такое использование технологии будет нравственно приемлемо сейчас я хочу подчеркнуть следующую мысль возможно многие из нас в начале отреагировали бы положительно до генная терапия дайте ей дорогу изменение цвета волос наверное нет нужды заниматься этим это вмешательство в генетический код но несмотря на это и это даже кажется достижимым но как вы пришли к такому заключению я хочу знать в какой момент мы скажем вот граница разделяющая нравственно приемлемое применение этих технологий и нравственно неприемлемое применение этих технологий как мы можем определить где провести эту границу какими должны быть принципы как вы определите эти принципы наверное вы уже заметили это когда прочитали последние страницы главы учебника о вмешательстве в генетический код есть человек по имени джереми рифкин который выступал с аргументами против любого использования технологий с рекомбинантной днк и его основной аргумент это разновидность аргумента клина или аргумента сползания по скользкой поверхности и так разновидность которые он приводит должна оставаться в том же виде если вы решите воспользоваться такой разновидностью не ошибитесь если вы будете использовать этот аргумент именно так как он его использовал и так джереми рифкин говорил посмотрите никто не собирается говорить что если вы допустите что-то сейчас то неизбежно то что вам придется разрешить то что будет похоже на события например описанной в романе 1984 год вы входите в лабораторию а там различные виды мутантов многое другое дети развиваются на различных стадиях плаценте это не так рифкин говорил что не может быть никакого логического способа проведения границы между нравственно допустимым применением этих технологий и нравственно недопустимым откуда мы можем знать что генная терапия должна быть в категории допустимых вещей а изменение цвета волос роста или веса с помощью генетики должно принадлежать противоположной категории как нам узнать это какие правила какие принципы подскажут нам как это делать а рифкин говорил так как я не вижу никакого рационального логичного способа определения того где провести границу то единственное к чему каждый должен прийти это не следует связываться вообще ни с чем генной инженерии потому что если вы установите вот его идея который выдвинул рифкин если вы установите как факт что вполне приемлемо вмешиваться в генетический код по некоторым причинам то как вы сможете определить что будет неприемлемо вмешиваться в код по другим причинам я думаю что каждый из нас мог бы сказать да это две разные категории но каким образом можно определить то что будет разделяющим критерием отличающим одну категорию от другой как мы это можем сделать что ж я не думаю что кто-то должен поднимать руки и говорить хорошо если я не могу быть в этом уверен я думаю что нам не нужно применять ни одной из этих технологий я думаю что нам нужно серьезно воспринимать затруднения рифкина и нам нужно сказать себе мне бы не мешало найти какой-нибудь метод который поможет мне узнать что относится к категории допустимых действий а что относится к категории недопустимых вы понимаете насколько далеко это от нашего аргумента который утверждает что если вы допустите действия x то вам не избежать того что придется делать и действия z но слишком много случаев когда люди совершали действия x но никогда не доходили до действия y не говоря уже о действии z но часто бывают моменты при обсуждении различных видов технологий в генной инженерии когда обсуждающие не знают точно как подходить к вопросу определения нравственности той или другой из этих технологий и в этом случае они могут услышать что-то вроде этого кто-то скажет вы знаете что я не могу сказать вам точно что плохого в этом но разве вы не понимаете что если мы допустим нечто подобное то неизбежно нам придется позволить и здесь вам назовут то что все люди посчитают отвратительным и ужасным никто даже не подумает что это допустимо однако обращаясь к такой формулировки я не думаю что мы на самом деле дискредитируем рассматриваемыми нами репродуктивные технологии ну вот еще одно возражение я думаю что многие из нас скажут об этом возражении да этот аргумент наверное отражает более серьезный подход к делу чем другие возражения потому что мы сами считаем что прелюбодеяние запрещено моралью запрещено в библии и поэтому если использование пробирочного оплодотворения или инвитро или каких-нибудь других технологий заставляет человека пойти на прелюбодеяние тогда для нас это будет основанием чтобы сказать да это безнравственно и это ужасно и это нельзя допустить но как мы с вами сможем определить является ли этот аргумент веским возражением против обсуждаемых нами технологий или он не является какова будет процедура вашего нашего анализа этого аргумента что мы будем делать в этом случае чтобы определить мне кажется что мы никуда с вами не придем и только придем к разочарованию если мы не скажем что прежде чем мы можем установить основательно ли это возражение или нет мы должны знать что мы подразумеваем когда говорим о прелюбодеянии ну хорошо а что тогда на самом деле прелюбодеяние из чего она состоит прелюбодеяние это сексуальное отношение с кем-то кроме супруги или супруга при этом мы понимаем что оплодотворение яйцеклетки в чашке петри не относится к понятию сексуальных отношений если бы вы смогли доказать что это и есть сексуальные отношения то это конечно же не те отношения которые подразумеваются нами сейчас хорошо и это все что относится к прелюбодеянию больше ничего иисус говорит нам где-то в евангелии от матфея в пятой главе что даже всякий кто смотрит на женщину с вожделением а это не его жена совершил прелюбодеяние в сердце иисус букву закона сводит к мотивации хорошо и мы могли бы сказать что независимо от того происходит это в сердце человека или в спальне вожделение обычно сопровождает прелюбодеяние и при этом вожделение направленное не на свою супругу или супруга если когда-либо кто-то обещал я никогда не вступлю в сексуальные отношения с кем-либо кроме своей жены или мужа а наоборот буду хранить себя только для своей супруги или супруга то тогда мне кажется прелюбодеянием предоставление себя другой не своей жене и нарушение этого обета не делать этого хотя я не думаю что нарушение обета делает прелюбодеяние прелюбодеянием я думаю что нечто другое должно указывать на то что это действие прелюбодеяния хорошо если под прелюбодеянием подразумевается вожделение предоставление себя той или тому кто не является вашей супругой или супругом а более конкретно это еще и сексуальные отношения с кем-то кроме нашей супруги или супруга тогда если эти отношения если мы говорим о репродуктивных технологиях а не о вмешательстве в генетический код что касается искусственного и пробирочного оплодотворения клонирования и тому подобного требуется ли для этого прелюбодеяния например если донором для искусственного оплодотворения выступает муж или при пробирочном оплодотворении используется сперма вашего мужа сперма донора можно ли назвать это прелюбодеянием или наверное лучше сказать если при искусственном оплодотворении используется сперма донора или при пробирочном оплодотворении используется сперма донора но другого не вашего мужа будет ли это прелюбодеянием. Я вижу, что некоторые из вас качают головой. Нет. Но почему? Я думаю, что вы правы. Но скажите, почему? Нет сексуальных отношений. Хорошо. Да. Я хочу сказать, что когда вы наблюдаете за процедурой, происходящей в пробирке, кажется, что это даже отдаленно не напоминает то, что мы обычно подразумеваем под естественными сексуальными отношениями. А что можно сказать о вожделении? Я не думаю, что это каким-либо образом относится к женщине. Некоторые люди могут сказать, что метод сбора спермы сопровождается вожделением со стороны мужчины. На самом деле есть люди, которые утверждают, что в этой технологии безнравственен именно метод сбора спермы. Вы знаете, что он обычно осуществляется путем мастурбации. Итак, если кто-то говорит, хорошо, я серьезно отношусь к этому аргументу, я не буду собирать сперму таким образом, вместо этого мы позволим мужу и жене заняться сексом, как обычно. Но при этом муж обязательно должен использовать презерватив, а после того, как все произошло, можно собрать сперму. И вам не потребуется делать что-то еще. Итак, если кто-то считает, что нельзя делать это таким же способом, как обычно это делается для хранения в банке спермы. Ничего страшного, скажут другие, можно выбрать другой способ, тот, который мы только что описали. Итак, то, о чем мы с вами сейчас говорили, связано с вожделением к другому человеку. Вот смотрите, если женщина решилась на пробирочное оплодотворение, но при этом донором выступает другой мужчина, а не ее муж. Решаясь на такой шаг, можно ли сказать, что так или иначе она предоставляет свое тело другому мужчине, как если бы предоставила его своему мужу. Здесь нет физического контакта, нет фантазий. И не только это. Обычно при пробирочном оплодотворении с другим донором, а не с мужем, так же, как и при искусственном оплодотворении с кем-то другим, вы даже не знаете, кем был донор. Поэтому очень сложно чувствовать вожделение по отношению к тому, кого вы даже не знаете. Если мы не заблуждаемся в своем определении понятия прелюбодеяния, тогда становится очевидным, что то, о чем мы с вами говорили до сих пор, обсуждая различные виды технологий, утверждает то, что, несмотря на некоторый дискомфорт при мысли об искусственном оплодотворении с помощью донора, или при мысли о пробирочном оплодотворении, при котором используется сперма другого мужчины, а не вашего мужа, вероятнее всего, мы не имеем права говорить, так как я неловко себя чувствую, то этот фактор означает, что здесь, наверное, где-то совершено прелюбодеяние. Потому что третий элемент появился в этом уравнении. Но мы с вами уже говорили, для того, чтобы называться прелюбодеянием, это уравнение должно быть выстроено в определенном порядке, а это не происходит в данном случае. Да, это серьезный аргумент. Я думаю, что к нему следует относиться серьезно. Если быть откровенным, то лично я не думаю, что эти технологии предполагают совершение прелюбодеяния. И я также считаю, что если вы размышляете, есть ли прелюбодеяние при пробирочном оплодотворении или при искусственном оплодотворении, тогда, наверное, наем суррогатной матери будет для вас уж точно подразумевать прелюбодеяние. Потому что в этом случае, скорее всего, вы будете знать, кто будет суррогатной роженицей. Вы заключаете контракт, и вы используете ее тело. Вы, конечно, не вступаете в сексуальные отношения с ней, предположим, что нет никакого вожделения, но вы знаете этого человека и поддерживаете с ним контакт. Если кто-то скажет, я думаю, что этих оснований достаточно, чтобы считать все это прелюбодеянием. Я не соглашусь с ним. Однако, естественно, что я скажу. Если вы думаете, что это так, я уважаю ваше мнение, и я не собираюсь настаивать на том, чтобы вы, если вы хотите иметь детей, чтобы вы пошли на это. Потому что мы оба согласны с тем, что если бы эта процедура была равнозначна прелюбодеянию, то мы не имеем права заниматься этим. Поэтому я не стал бы говорить человеку, который думает, что это прелюбодеяние, а следовательно, он считает, что было бы неправильно идти на это. Я уважаю мнение таких людей и никогда не буду наставить, чтобы они пытались пройти эту процедуру. Хорошо. Теперь давайте подойдем к седьмому пункту. Вы, скорее всего, услышите это от людей с римско-католическим менталитетом, чем от кого-то другого. Но это не значит, что вы не можете услышать этот аргумент от кого-либо вообще другого, кроме католиков. Итак, возражение состоит в том, что эти технологии, а мы снова здесь говорим о репродуктивных технологиях, разделяют объединяющий и репродуктивный аспект сексуальных отношений людей. Вы можете заметить, что ранее частично это выражение применялось против регулирования рождаемости в целом. Вполне возможно участвовать в становлении одной плотью. Здесь имеется в виду объединяющий аспект сексуальных отношений в браке, даже если муж и жена используют противозачаточные средства. Но со многими средствами регулирования рождаемости невозможно выполнять репродуктивную функцию. И обычно спорят о том, что по Божьему замыслу и объединяющий, и репродуктивный аспект сексуальных отношений должны совпадать. Это позиция католиков и других. Посмотрите на естественный порядок, говорят они, и вы увидите, что эти два аспекта действительно совпадают в природе. К какому бы из доводов вы не обратились, или сразу к обоим доводам, из них следует то, что неправильно разделять эти аспекты, так считают сторонники этого взгляда. Первое, что я бы сказал, отвечая на этот аргумент, что это неуместное возражение против репродуктивных технологий и неосновательный аргумент против регулирования рождаемости. Потому что по Божьему замыслу должно быть разделение между объединяющим и репродуктивным аспектом секса, по крайней мере, на определенное время. И если вы думаете, что любые способы регулирования рождаемости допустимы, то вас не будет беспокоить то, что этот аргумент применяется также и в этом случае. Но если вы не убеждены, что регулирование рождаемости, что все виды регулирования рождаемости – это зло, то вы понимаете, что если серьезно отнестись к этому, то это также аргумент и против регулирования рождаемости. Надеюсь, что вы сможете увидеть, что что-то в этом аргументе не соответствует действительности, когда речь идет и о других технологиях. Вполне возможно, в ответ на эту позицию католиков можно сказать, «Я согласен, что эти технологии, репродуктивные технологии, разделяют объединяющие и репродуктивные аспекты сексуальных отношений. Но разве из-за этого они становятся безнравственными?» Традиционный ответ сторонников католической позиции будет таким. Посмотрите, сама природа показывает нам, для чего нужен секс. Таким образом, мы возвращаемся к более раннему аргументу о том, что репродуктивные технологии неестественны. Итак, если кто-то говорит, что это безнравственно, то мы спрашиваем, а что именно безнравственного в этом? Нам скажут, что Бог замыслил, чтобы и первый, и второй аспект были возможными каждый раз, когда люди занимаются сексом. Хорошо, но что это означает, если, не впадая в эти размышления, люди все равно этим занимаются? Мы что, этим говорим Богу, нам все равно, что ты хочешь? Но это также возвращает нас к аргументам, прозвучавшим в начале нашего занятия. На человека, который настаивает на неотразимости этого аргумента, должна быть возложена обязанность показать нам, почему безнравственно разделять объединяющие и репродуктивные аспекты сексуальных отношений. Я хочу призывать вас поразмышлять над этим. Если вы думаете, что регулирование рождаемости, которое разделяет два аспекта, взаимоотношения и размножения, вполне приемлемо, то вы уже принимаете идею о разделении объединяющего и репродуктивного аспекта сексуальных отношений. По крайней мере, в этом случае вы допускаете это. Теперь, что вы будете делать, если человек, одобряющий суррогатное материнство, возразит вам с ехидством и скажет, что он тоже, так сказать, разделяет объединяющие и репродуктивные аспекты секса. Но теперь он использует этот аргумент в пользу репродуктивных технологий, а не против их. И тогда, скажет вам этот человек, если вы считаете приемлемым применение противозачаточных средств, с тем, чтобы вы могли пользоваться преимуществом объединяющего аспекта секса, не заботясь при этом о рождении детей, тогда что безнравственного в том, если мы воспользуемся преимуществом репродуктивного аспекта секса и проигнорируем объединяющий аспект, особенно если при этом не нужно совершать прелюбодеяния. Итак, что может быть неверно в такой логике? Я думаю, что мы понимаем, что здесь что-то не то. Но сейчас я только лишь хочу сказать, давайте выясним, какая логика используется в этих аргументах и применим эту логику и посмотрим, чем все это закончится. Возможно, нас вполне устроит то, к чему мы придем. Они не рассматривают сексуальные отношения после менопаузы? Практически да. И я думаю, что большинство из них и теоретически тоже да. Но я думаю, что в этом случае, по крайней мере, возможно, они будут приводить доводы против регулирования рождаемости, основываясь на теории естественного закона. Но здесь они доказывают больше, нежели хотели доказать, потому что с помощью логической последовательности они могут исключать это возражение. И если рассматривать вашу идею даже в отрыве от римско-католического менталитета, она будет совершенно правильной. Тогда, с их точки зрения, это должно значить, что не только репродуктивные технологии безнравственны, но и сексуальные отношения с супругой, которая не может родить, или потому что она достигла менопаузы, или у нее были гистеротомии, гистеротомия, тоже будут безнравственны. В таких ситуациях разделяются репродуктивный и объединяющий аспект брака, не так ли? А если безнравственно этим заниматься, тогда, как только ваша жена достигла менопаузы, или что-то происходит с ней по-женски, например, ей удаляют яичники или матку, тогда то, что вы делаете, подвергается нападкам на этом основании. Давайте я сейчас возьму на себя роль адвоката моего оппонента на некоторое время и отвечу на это с точки зрения жены. Я думаю, что она могла бы сказать, знаете ли, исходя из того, что я решила использовать для пробирочного оплодотворения сперму моего мужа, или использовать это для искусственного оплодотворения со спермой моего мужа, не нужно думать, что я вообще отказалась от нормальных отношений с моим мужем навсегда. Я просто хочу сказать, что мы попробовали достигнуть цели рождения ребенка старомодным способом, но ничего не получилось. Тот факт, что мы решили попробовать новую методику, не означает, что я полностью отказалась от сексуальных отношений с моим мужем. И вы знаете, что вполне возможно предположить, что через какое-то время мы сможем зачать ребенка естественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...